Раиса Татаренко – одна из первых, кто пришел работать в городскую поликлинику номер один. Тогда она располагалась на территории комбината. В поликлинике женщина проработала более 50 лет. Лечит там людей и сейчас. Тимиртауская поликлиника менялась на ее глазах. В 1963 году уже сдавалась в эксплуатацию новая медсанчасть, вот это пятиэтажное здание, которое существует в нашем городе. И на первом этаже, вернее, два крыла правых, занимала заводская поликлиника. Ну, конечно, кабинеты были тесные, маленькие, но мы были довольны, потому что это было новое здание. Для того, чтобы медики вспомнили, как работали много лет назад, в фойе Дворца культуры организовали выставку фотографий. Здесь же установили и оборудование, которое давно устарело. Сегодня лучших работников поликлиники отметили особо. Заведующее отделением дневного стационара. Благодарственные письма от Акима города, а также почетные грамоты от городского Маслихата получили 14 человек. Среди них Вячеслав Цой, который руководит лечебным учреждением уже более 10 лет. Знаете, вот когда посмотришь, насколько важна медицина в обществе, для развития общества, то понимаешь, что, прежде всего, во-первых, нельзя стоять на месте медицины, то есть, во-вторых, использовать все последние достижения науки и техники, а то уже с тобой никто и разговаривать не будет. Современная медицина должна быть. Вот это главное. В день рождения поликлиники состоялся показ фильма, героями которого стали врачи. Сегодня в поликлинике работают 11 отделений и 5 специализированных школ. Здесь трудятся около 500 сотрудников, которые обслуживают население восточной части города, а это 50 тысяч человек. И многие в этот день шлют слова благодарности людям в белых халатах. Анна Калинина, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау.